rpg это экшен с элементами rpg как я понимаю с прокачкой нашей любимой экспой некоторое оружие конечно я знаю первая сложность форма на ней дроп фиксируем по монстрам 22 сложность карт на не больше рону дроп полностью рандомен окей это золь до 2 только не линейная так вот она сейчас увидим слава богу есть английский перевод потому что когда я садился в не играть я играл на японском и соответственно я не ни черта не понял кроме того что какие-то палки с какие-то леденцы и мороженое подбираю на палочки которая почему-то каких-то врагов бывают быстрее погнали еще раз потрясающий голос особенно после прошлой игры особенно после предыдущей игры в которой достаточно чистая речь была может перемири сделать и стоит если словишь блок баг который тебя убьет зачем чтобы каждый раз загружать его и умирать я хочу карт но ты сам решая на харде ключ в пятом мире два часа фармил да ё-моё тебе просто не повезло эй тут же сюжет ребята давайте сделаем ресеты прочитаем сюжет еще раз эта игра выходила только в японии если чё это не официальный перевод история ги город пальма был защищен четырьмя духами в огня воды ветра и земли и все было в мире в однажды до долго стук земли и начал восстал против других он исчез искателем жизни в подземном лабиринте искатель жизни выполняет важную работу контролируя энергию этого мира долг долго подобрался вас получил способность свободы используют энергию в то же время люди пальмы стали терять свои души город подокрыла грусть и боль и ариэль дух ветра повелевала своими командующими своим командующим бузу найти героя который может видеть долго и вернуть искателя жизни ты герои из выбраны им короче иди тащи зашибись турбоперевод восемь седьмой год ребята значит еще кулкарт будет и проходить я видел кстати как кулкарт не играл а достаточно недавно и я прекрасно знал я прекрасно знал что мне тоже предстоит не играть я видел ее кто-то кулкарт тоже подгонял какой-то негодяй короче прежде всего джейсон объясни объясни мне зачем мне выбирать вот в этом слоте которая внизу зачем мне я понимаю зачем там выбирать меч потому что ты меч имеет ли мне смысл выбирать там щит например или шлем это на что-то вообще влияет или нет не эта игра она не такая уж в смысле геймплей на корявая она на в принципе принципе то играется нормально кстати где тут сложности выбирается вообще я не понял к чему тут заливали сложность а сложность б где она а вот так она выбирается на селект потрясающе мы стоим на краю леса путешествие начинается броню юзышит она не надевается типа так смысле а так она не надевается что ли и квипит а то есть мне их надо одеть окей типа мне их сразу же надо одеть я так понимаю иначе и не будут работать окей посмотрим свою силу у уровень 0 блин получили урон от первого же врага черт и потеряли предмет как все плохо уже делаем ресет сверху внизу уровне предмета не используя более слабую броню в смысле в смысле не использую более слабую броню так меня да использовать дождee не понимаю что значит используй более с вами броню а что почему чёセлект а не нажимается а вот defend окей значит надо использовать defend 6 defend 7 замечательно меч не девается скажи меч у меня как бы уже выбран еще первый монстр он убежал он появится заново по идее должен нет он не появится заново пипец черт мы нашли монетки золотые я просто пока и смотрю на игру и да я играю с пиццом на сложности а так через пуль надо перепрыгать ребята так дело не пойдет а а а а а а Зараза, убегает Ты-то долбал, убегает за экран Нашел еда Я нашел еда Можно едой Это и есть какое-то мороженое Можно едой всех избивать В игре 32 урона прокачки Чё, серьёзно? Вот это шутка Нет, у еды не 2 урона Еды 2 штуки Да я же говорил, мороженое в игре есть Я не шутил И не врал На скиллу На скиллу затащили Меч 2 Так Значит Фигню сразу можно выбрасывать Правильно, Джейсон? Одна жизнь Да, то, что тут одна жизнь, кстати А, чёрт Опа Добро пожаловать в магазин Калинт Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Жратва или какое-то зелье. Что это зелье дает, я не знаю. Но что дает жратва, я знаю. Поэтому попробуем жратву купить. 90. Нету бабла. Яд. Нет, яд я покупать не хочу. Ладно, валим отсюда. Проверяй везде, где можешь найти за край крана. Там, скорее всего, магазин. Окей. О, враги респавнятся. Потрясающе. Вроде как-то стрелять можно, научиться. О, у меня лово лап, что ли? Привет, барас. Какие опасные враги. Пошли. Окей. Блин, я сейчас сдохну. Надо жратвы купить. У вас четверо. Да я вас убиваю с одного удара. Вау, может пофармить? Э, бей вниз. Уроды, убегающие. Вначале ты будешь тупо фармить себе на еду, пока качаешься. Окей, значит мне так и надо. Тогда пойдем назад, что ли? Еще одну затриггерим, пойдем назад. Сейчас лово лап будет, еще один. Пошел вон. Блин, сундук выпадает. Хотя нет, он выпадает рандомно. Или только если убить всех. Уровень повысился. Еее. Может зелье купить сразу? Так, тихо. Не, не, не надо. В магазин зайди, зараза. Черт. Вау, зато их быстро убиваю. Найди в магазин. Тут еще сохранений нету. Замечательно. Эй, я не хочу. Зайди еще обратно. Да и... Блин, я не могу привыкнуть. Потому что надо... Чтобы зайти в магазин, надо нажать на удар. Вернее, вверх плюс удар. А чтобы не выйти из магазина, надо нажимать прыжок. Так, короче, зелье у нас... Мне имеет смысл набирать жратвы, или имеет смысл лучше зелье набирать? Джейсон. Подскажи. Имеет смысл вкладываться в еду? Или только в зелье? Подожди, это же яд. Это же яд. На нем уже написано, что это яд. Это же... Оно что, лечит что ли меня? Это же яд. Так, давайте пожрем. Адей в прохо час, только не так, что все так страшно. Ребята, это не значит, что я сейчас пройду за час. Ух ты, кстати. Стоп, она восстанавливает 10? Лечилка восстанавливает случайное количество хп. Круто. Ну ок. Теперь я вас замочу, твари. Да задолбали. Окей. Зато их спидали. Пошел вон. Я всех замесю. Блин. Они не дают ничего, с них не падает. Нет, падает. Это тоже, видимо, от удачи зависит. Старайся свою тактику. Да, я это знаю, что это эффективно. Я это заранее знал. Тут хорошо, что с повышением уровня у тебя очень сильно повышается атака. Прям вообще. То есть вот этих врагов всего два уровня назад я их пинал очень долго. А сейчас я их просто уничтожаю. Девять. Вот тебе разброс от десяти до тридцати. Тридцать один. Вот тебе разброс от десяти до тридцати. Ладно, ладно. Я не требую от тебя точного знания. Но, как видите, так то сработает. Еще в приседе хорошо уворачиваться. Вроде в начале игры в магазине есть эквип. В смысле эквип. А, мечи что ли? В начале... В начале игры там ничего нет. Туда нельзя было зайти. Хочется сказать, что в самом начале игры можно было пойти за экран. И что-то найти. Давайте сходим, посмотрим. Фиглина. Кстати, в любом случае имеет смысл в прыжке приседать. Потому что ты просто меньше мишени. В тебя сложнее попасть. О, я убил врага еще только он начал двигаться. Не знал, что так можно. Мечи 2. Можно продать. Такой же, как тот, который у меня сейчас. Отлично. Уровень повысился. Короче, в этой игре нету ни паролей, ничего. Она играется все время в один присед. Правильно, да? Значит, сейчас мы ее только можем распробовать. Проходить мы ее будем полноценно на следующем стриме. Я понимаю, что она не будет такой же легкой. Как сейчас. Броня. Один. Броня у меня вообще никакой нет пока. И стальной меч. Еще вопрос, Джейсон. Отличается ли... Есть ли какие-то виды оружия предпочтительные? То есть, меч стальной первого уровня лучше, чем меч обычный второго уровня? Или нет? Я, правда, не знаю, с чего этот меч, если тоже не из стали. Защита 14. Нет, без прокачки ты запаришься. Ты просто урон не будешь наносить, и все. А, окей, окей. Так, equipment. Оружие. А как посмотреть-то? Сила 24. Максимальная сила 61. Так. А где посмотреть-то? Где цифры-то посмотреть? Какие статы показывают? Где они, эти статы? Где они, эти статы-то? Штатов-то нету. Я не могу их использовать, вот так вот, таким образом. Чего? Он еще и портится? Да, свет выключается, стрим падал. А-а-а. Все, тоже надо таким образом запрыгнуть. Вот какой эквип у нас здесь. Стоп. Он уже развалился. Ё-моё, он развалился за три удара. Это реально Зельда-батва. Он развалился за три удара. Даже за два, наверное. Интересно, оружие ломается просто от ударов? Нет, скорее всего от ударов по врагам. Ладно, ладно. Скидишь потом в Дискорд. Сейчас не надо. Сейчас обойдемся без этого. Да, рыцарь едят мороженое. Тайна, веков. На. Да, остальная еда в шлем не пролезает. Зараза. Нет, Applejack. Мы не сделаем сейфстейт и не продолжим завтра. Мы начнем заново. Если что-то не нравится, то могу порекомендовать альтернативный вариант. У нас на сайте лонгплеев на ютубе. Сила повысилась. Господи, это что такое? О. Ну-ка. Он закончится, интересно? Да, он заканчивается. На. Круто. Понятно, это даггер. Хорошо, что он сохраняет мою силу. То есть он... Ну как? Я все равно ваншотаю врагов. Она без сейвов от хэл. Она короткая. Если знать, что делать, она короткая. Я думаю, за один стрим... Именно в плане временных рамок его реально пройти должно быть. Так, ладно. У меня целая тонна жратцев. Пойдем вперед. Плохо на дейв на час. Ну так я играю еще и на харде. На котором все рандомно. Я к рандому-то привык. После всяких лца. Так что фигня. Тут не надо ничего знать. Надо прокачаться, выбить ключ, убить боссов и иметь достаточно танков, чтобы не сдохнуть под конец. Логично. С одного удара. Огненную магию мы нашли. На. Тебе на норме играешь? Я играл... Я... Подожди. А какая сложность харда? Какая сложность харда? А или Б? Сложность Б это хард? А-а-а-а-а-а-а. Так давайте поставим хард. Все равно мы никуда... Еще сегодня не дойдем. Давайте поставим хард, посмотрим. Блин. на следующем стриме я все равно начал заново все ребята все нормас погнали let's go kick some s куда свалил негодяй толстым мальчик я смотрю и выстрел в меня таки один раз а я же броню не одел и вообще ничего не сделал не сначала стоит сложность а да блин пустой тварь как-то не очень хорошо получается уворачиваться но получили супер броню теперь нас уже защита 8 соответственно нас по-любому не убьют мы затащим сейчас и сюда ну или вали отсюда оба и чё это за чё это за подстава щека еще и и хай хуа фигня сейчас все будет надо просто научиться уворачиваться от врагов частью будет покуха на харде в начале продай броню и купи хилку нет я могу и так хилку купить она же 30 стоит блин фига мне продавать броню не надо меньше урона получать все нормас доползем да если в конце сдохнешь тоже заново так работают игры с одной жизнью на тактоз тактоз правда экспа почему-то разу прибавляется совсем по чуть-чуть это наверное рандом просто куда вы сразу прыгали твари ладно я не буду за ним бегать валите вы не из враги не сговорчивые не они на самом деле голосовые сэмплы именно для этой игры это круто потому что эта игра аж восемьдесят седьмого года какой-нибудь там 90 или какой там еще еда и и и тут и может повезти ты выбьешь супер оружие будешь все шатать а может нет блин ты как ты офигел так стрелять зараза вот негодяй гляньте че творят реклама отключается и без всяких на привлуд товарищ подзинский ямкол это только что продемонстрировал блин даггер лучше набей уровень 4 рядом с начальным магазином купи запас еды первые враги дурацкие они убегают от тебя я бы лучше фармил возле второго магазина но блин еду покупать надо я так понимаю больших упаковках а там есть упаковка на 4 поэтому наверное логичнее закупаться именно там так сейчас валим назад лучше продавай оружие который кончается дам логично она вали задолбал сразу убегает вот тут такие врагах не на фармишь понимаешь еще четыре блин пожалуйста набросились хорош хилл я смотрю тут они на обратном пути всегда толпой поджидают пипец если мага сша зайду выйду продать 150 фигасе я чувствую мы с этим товарищем старгуемся окей нам главное доползти до 2 уровня бегать за ними я не собираюсь они бежишь за ними нефть я стреляю ту еще параллельно вот как тут фармить ты говоришь по одному что их убивать одного убил 3 убежали и ты еще отхватил при этом блин из них еще ничего не падает вообще ничего это видимо такой своеобразный антифарм тут все честно сколько убил столько будут в сундуке замечательно экран не скрулился вообще зараза урод лично отлично пофармил вау вот это я понимаю фарм нет сундук не всегда с последнего падает ну как минимум с последнего который на экране если кто-то перед этим убежал с экрана то сундук не падает успел выстрелить ладно уровень повысить ес сейчас будет легче ху уровень повысился возможно мы начнем убивать возможно для этого еще конечно оружие помощнее чем я и просил спасибо очень любезно лично мы почти мы почти уже можем убивать этих врагов ты прочитал выше про оружие да прочитал оружие которых нету прочности это обычный меч биг тундр и магик бук а двух из которых я не имею ни малейшего понятия а привет своему с инженер магический браслет я получил и что же он делает что же он делает интересно знать чё то что ж такое-то ожерелье какой-то валите в начальной зоне зараза всегда спавнится под под четверо высшая защита от маги потрясающе короче продаю все это нафиг мне пока нужны только лечилки и и подожди или или это все перманентный клип джейсон окей давайте попробуем да ладно не будем продавать где отсюда а а денег пока не поменяешь будет носить окей энергию у нас повышается понятно понятия не имею что это значит пробуй сам ту же всю базу знаешь знаю и 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 отлично уровень повысился теперь я буду их убивать с одного удара я надеюсь и наконец-то прикольно 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 так мы нам хватает еще на одну одну хавальню я я думал брик не любит спойлер и подсказки в чате тут жесть какая-то хотя не знаю может он разрешил без звука смотрю привет черта плюс передайте ему что в этой игре без объяснений можно сломать башку без хотя бы каких-то базовых объяснений тем более что я в такие игры обычно не игрец блин короче нажать на эту кнопку в любом случае выход это арсновы rpg rpg системы в которой я не игрец так что все ну чё пора месить давай давай прыгай трое вас там четверо пофигу на а где можно прочитать мои рецензии на пройденные игры там же где всегда в таблице которую я не и никогда не ну как не никогда скоро заполню я заполняю я не забыл про таблицу я ее заполняю стараюсь заполнять так быстро как как могу ребята блин стой падла еще один а еще посох нашел посох че делает понятно то это оружие которое мне не нужно и не отчаивайся для 31 левел на всего-то 12 тысяч экспы до фигня что там мы уже набрали 180 это уже один это уже один процент джейсон уже один процент набрали так окей значит одевать предметы того же уровня не имеет смысла хорошо здрасте когда мразь он собьет как меч на меня это урон на магический какая у меня магия сила 14 магия 14 то же самое по идее будет сейчас будет лава лап кстати у меня еще один на тварь ооо перчи вау вау ты говоришь тут рандом привязан так это же зашибись у нас же такая сила сразу в самом начале зашпись у нас все повышается и повышается и здоровье нас на 10 повысилось правда всего лишь блин на зараза упрыгал надо не получать урон надо не получать урон враги стреляет медленными пульками надо к этому быть готовым что-то мне кажется что почему-то мне кажется что не всегда пульки будут медленными подожди пока не начнешь бить ключ на ком четвертом уровне крыть матом почему не падает да чё ты там меня пугаешь то чё там чё я там да все выпадет фигня чё-чё там не выпадет ема я нашел проблем все выпадет чё там чё там чему там не выпадать стой зараза на вот только с пару стримов только в меню и клипы копался но так а так и надо ведь если если ты иначе не разберешься ох ты я так понял то зелье покруче этого мне еда какая-нибудь какое-нибудь мороженое виталий ограничен но я знаю и поэтому гриш надо лишнее продавать я прекрасно знаю что я виталий ограничен это логично и очевидно и видно сразу по самому внешнему виду инвентаря что он конечный и относительно небольшой даже я бы сказал виталий как ру правда урон все таки получаю иногда вот так вот очень много урона я получаю но я все равно рву рву так насколько нас это зелье вылечит мне интересно просто наверное сильнее вылечит чем еда поэтому не будем использовать нас и еда более чем достаточно лечит на ваншот мы получили даггер который мы продадим в магазине хитбокс у меча замечательный мне очень нравится что он так хорошо достает врагов даже если они внизу например это все добро мы сейчас продадим чтобы не засирать инвентарь так ну магический урон такой же у меня мне нет смысла палку эту собой таскать и фаербол мне нужен или нет нет мне нужно бабло так может яд купить яд замедляет врагов ненадолго можешь проверить с ядом будем потом экспериментировать сейчас идем назад и закупаемся жратвой до отвала и потом идем вперед вот наш план вот это я понимаю большой гром вау может на босс оставить оружие который стоит я оставлю на него большой гром мне нравится как это звучит я уже по внешнему виду могу сразу сказать что топ оружия от него прям веет топовостью бесконечная куча урона жалко только что конечная а то бы мы так могли бы уже проходить всю игру заразы похавал бы что ли еще один даггер она бесконечная стоп то есть я уже нашел топовое оружие хочешь сказать смотрите у кого-то бомбит от того что меня за ручку водит извините как раз таки в такой игре а как бить то что она не стреляет и она не стреляет анимация только устребы остальное бьет как меч так а урон то урон в ней же не сложнее разобраться чем в той же тиранигме однако в той же тиранигме товарищ кинслейер нам постоянно помогал пират он постоянно нам говорил что для чего нужно и постоянно говорил куда нам идти что делать попрошу заметить что у нас нас такие за ручку водили чему я в принципе очень даже что меня в принципе очень даже устраивало вот это я понимаю вот это я понимаю да хватит надо еще место оставить так значит я оставляю эту молнию и продаю меч на все валим теперь вперед ну вот я пофармил и побежал надо знать что покупать зачем что для чего нужно барас на эти вопросы мне никто сам нет я сам не отвечу игра мне не ответит пока я все не куплю и перепробую а для меня это сомнительное удовольствие испытывать кучу сомнительное удовольствие испытывать кучу сомнительной фигни 90 процентов из которой нафиг не нужна для меня это сомнительное удовольствие я не хочу быть тестером для игры думал ты меч толстым лезвием если бы это мороженое быть все равно сволочь попал бомба хитрить у нас секшон видите как хорошо когда пофармил чуть-чуть начали найс не надо постоянно прыгать уворачиваться подошел один раз ударил и все каждый реквест ради каких-то собственных целей вон джейсин зареквестил такую игру за счет которой сможет дриком поговорить больше всех остальных что не так то все нормально все правильно чувствуете что что делает вот например часы и смотрите смотрите мне дали часы до два варианта либо я сам при их применяю хотя ладно давайте давайте их сам применим для скорее всего не ничего не сделать блин отлично применил нашел время понятно что сами ничего не делают надо использовать бомба надо продать все это бомба зашибись но я не знаю какой на урон может она крутой урон конечно ладно окей чё-то оставить чё дороже мэджик клок лада что-то из этого надо продать продадим бомбы правда не знаю как пользоваться часами но часы стоит дороже теста на я могу сделать вывод о том что они наверное важнее слежу я то же самое что в костле только не работают когда отдельно применять через меню просто камера ферстан вообще негодно ничего не понятно фарм какой-то страна жутко скучно еще и без подсказок без подсказок никак а чего смотреть еще скучнее купить то продается магазин тут это там сорянами такой чё 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 смотреть я без претензии что он просто мы просто не никого ни в чё не обязывай не понимаю зенон тут просто надо пофармить в начале и все потому что вначале тебя урон дно и защита дно все статы дно просто вначале на немножко пофармить и все чтобы набрать лечилок и набрать силы и все больше ничего не надо делать вау еще раз вау они остановились на целую секунду вот это потрясающая магия вот это точно стоит своих денег нет зенон я бы я ничего против не имею я понимаю что каждому как бы свое я не не хочу и когда сетки не интересно то ничего не сделаешь мне тоже много чего не интересно так что все нормально просто сейчас вот я уже пойду вперед навстречу прогрессу надо завтра мастера зама начнем но хотя мы посмотрим что в конце первого уровня судя по количеству зрителей там 20 процентов смотреть скучнее тиранигмы сушить тиранигму по моему смотрел вообще человек сукой смотрела да я не смотрел 90 человек и смотрел человек 60 а то и меньше да и кстати да правильное замечание лха делает или разумеется длинная сюжетная игра она будет скучной если ты не будешь ее смотреть полностью если ты просто открываешь на пять минут ну что-то там бегает что-то там с кем-то болтает что происходит где экшон мне не интересно и все не зенон я начал стримить относительно давно именно именно потому что реквесты я начал стримить поэтому народ начал подтягиваться именно потому что реквесты так это что такое я забыл уже что это такое но заканчивается отдавать не будем проверять эти просто вместить джон господи успокойся иначе я не знаю я для вас отдельную ролью дискорде сделают 2d dark night у которого все игры туфта полная по них какая-то самонаводка они какой-то самонаводка такую на стук не левел повысился я перестала стримить на youtube нам под конец того сезона было тяжело смотреть держать такое количество потому что стрелка по 8 часов дети первым сам устал все устали до я устал я не могу ты это 8 часов день от этого ты устаешь очень сильно я начать тошнить и от стримов и от игры и вообще от всего на свете от сидения за компьютером просто уже не хочется вообще никогда за него садиться такая здесь мне это ключ и так понимаю на фармить щит 2 на день кстати да я думаю из-за этого зрителя поднялась барас я при я еще я наверно месяц стримил уже на твиче еще до ухода на сессию так свечка понятно для чего нужно чтобы что-то видеть так что здесь я так понимаю надо фармить тот самый ключ потому что затем и туда не можем вау как и страшно ребята они еще раз появится интересно елая еще медузы которые не похожи на арбузы привет кватроид блин на них я быстро экспуна фарма кстати говоря и быстро здоровье солью что играл про магазины сказал помни про магазины ты говорил что магазины в самом начале каждого уровня с левой стороны за экраном или подожди они хочешь сказать и с этой стороны тоже хочешь сказать здесь тоже магазин есть нет так предметы использовать понятным бесполезно окей таком случае не говорил что везде прайде можно выйти за экран ну вот я проверяю тут нельзя выйти за экран да и в том месте ты не у не выходишь за экрана скорее просто заходишь в дерево который на краю экрана находится меч 4 стоп так у меня блин 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 у меня не на макс пауэр 66 это с оружием типа а с таким оружием где статуи оружия то блин экрана четыре стороны это что начинаю понимать что ты хочешь мне сказать вау меч четверной как круто но окей я тебя понял джейсон я не думал что ты имел ввиду четыре стороны они две так продаваем продаем этот мусор продаем это мне такой есть так это что такое мы из два пуста топку опа 4 зелья свечи возьмем свечи могут пригодиться стоп 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 еще не все еще не все зелья медицина ладно пока больше не будем покупать да да свечи свечи именно те свечи именно те не простые свечи а именно те свечи так это у нас картонный меч я вы не буду какой он стальной если он ломается от одного удара это картонный меч я буду картона называть сумка какая-то которая непонятно для чего нужна может можно из нее кидаться кем-то барахлом откуда вот я знаю что она не дает как бы не узнать товарищ барас что мне дает сутата сумка 4 использоваться на не используется применить ее надо так ладно применим ее только сначала продадим вот этот мусор картонный меч баг 4 can be used замечательно конечно скажи джейсон конечно скажи я никогда не узнаю что она делает это это экшен это экшен с элементами рпг я был 2d для бедных может быть и так это эскейп из битвы с боссом вау ну и нафиг нам это надо еще какие-то нубы что решили было от босса убегать фигня о чем проблема то фармить в самом конце локации это же ключ гвоз я так понимаю да в чем проблема то ну пони просто в том что вероятность очень маленькая мне уже столько баблище катана мне кажется молния молния 2 все равно круче хотя мы сейчас проверим мы тоже вальшоте так надо попить продавать вещи вау чуть не убили меня вот уже надо тратить все всю еду и освобождать место под нормальные лечилки которые здесь же в первом же уровне можно купить а против них катана кстати не тащит так что катана дно конце надо будут цены вроде 45000 у меня к этому времени будут деньги игра игра позволяет тебе быть в тренде это круто так продать эту фигню продать эту фигню и все на этом я прыгнул за экраны все равно зашел в магазин 2 геон что такое геон знал бы еще что это такое название врага а я откуда знаю как они называются я замечаю что тут враги усиливаются когда идешь в обратную сторону это прикольно сделали и экспы за них больше фарм быстрее у меня уже 1200 хп о вот этих я тот не видел круто а они из экрана улетают иногда смотри на кто на окошко с полосками врагов а да тут же имена их пишут на Ключ Сразу четыре ключа мы нашли Сразу четыре Про запас На четыре уровня хватит Если еще хард Конечно Только теперь это хард для врагов А не для меня У меня есть и баблище И сила Привет к самовант Как настроение? Нормально Только стрим уже скоро закачиваю Еще круто Что врагов можно успеть ударить Еще до того Как они начнут двигаться И стрелять соответственно Ну все Время босса Я подразумеваю так Продадим всякую ненужную фигню Ключ продавать не будем Ладно продадим А у нас тут еще лишние свечки Я могу использовать Нет Блин Не там Жалко нельзя использовать В реальном времени Обязательно Надо в меню заходить Чтобы использовать Лечилку Я так понимаю Он сегодня все-таки Затащит Смеешься Кинслейер Это первый уровень Я хочу хотя бы Первый уровень пройти Затощить Е В ящике пусто Впереди две дороги Какой путь Какой путь ты выберешь Левый конечно Пойдем налево Жизнь всегда учишь Надо идти налево Подвал Первый этаж Похоже Какой-то старый проход Вижу Вижу Джейсон Завтра мне наверное Так сильно не повезет Но ничего Затощим Ты сильный Ретро Игромен Спасибо Спасибо за комплимент Да Пардон Пардон Джейсон Не кричи Я уже Я уже слышу Как ты Изо всех сил Печатаешь Один и тот же текст Я пойду проверить магазин Можешь не писать Тащись сегодня Раз завтра не повезет Блин Фиксим Сейчас будем До геймовера Короче играть Ребята Так а тут Нифига нет Ничего мне не надо А куда мне Свечка Одноделась Свечки Сами Тратятся О чёрт Окей Тогда надо Закупиться У меня было Две свечки Стала одна Значит они тут Тратятся Сами Я прав Давайте Постаем Подождём Или я щас Сильно Затупил Мне кажется Я щас Сильно Затупил Ещё можно Зависнуть Чёрт Мне кажется Я щас Купил Кучу Лишней Фигни Броня 2 Катана 3 Зашипись Свечку Будем Менять Ладно Поменяем Свечки Так Чё у меня Сейчас Энергия 13 13 У меня Жмала Броня 2 Правильно Жмала У меня Катана 3 Мне не Нужна Если Хочешь Знать Почему Игра Называется Зомби Хантер Выкинь Все Свечки В подземелье Ой Не Вовремя Давайте Узнаем Почему Игра Называется Зомби Хантер Ну что ж Минус Свет Теперь Все Зомби В темноте Что ли Все Зомби Становятся А у А Эксперт Их Больше Дается Не Знаю Нормально Вот Это Что Странное Было А Просто Название Пишут Нереально Хорошие Враги Просто Приседаешь И Месишь Мне Так Нравится Так Кольцо 2 Окей Кольцо 2 Отлично Броня 2 Всего У меня Максимум 2 Значит Если Я Что Увижу На 3 Надо Срочно Это Одевать А Все Враги Зомби В темноте Понятно О Магаз Так Проводим тебе Катану Которая Не нужна Мусор Будешь Колбасу Ей Все Практично Ах Ты Тварь Убежал А Кстати Что Будет Если Упасть Тут Можно Упасть Или Падение Здесь Это Смерть Джейсон Проясни Этот Момент Еще Желательно Какие моменты В игре Ты обычно Подсказки Принимаешь Я Сам Решаю Барас Нету Строгих Каких-то Правил Понятно Падаем В яму Убиваем Врагов И выпрыгиваем Из ямы Все Понятно Легкий способ Находить Энкаунтеры Даже Удобно Наверное Хотя Вроде За них Экспы Мало Дают Да Не 20 Где Мало Ау Ах Ты Зараза Они Что Скидывают Они Ничего Не Скидывают А нет Скидывают Скидывают А 20 Экспы Это же Много Это же Вообще Норм Или нет И это Мало Я мелких Этам уровне Долго Резал Таким Уже Образом Как Я Сейчас Я Чё-то Не Вовремя Встаю Всегда Еще Раз 1992 Блин Проджектайл У них Жестокий 2012 Апокалипсис Я Я Бо Сейчас Тоже Также Присвист Как В Игре Если На уровне Нужны Тысячные Экспы То Маловато Это Фигня Накапливается Еда Свечку Купил Врагов Имена Забавные И то Купи И то Продай Ребята Ладно Куплю В следующем Магазине Лом Ити Да Хотя Ладно Пойдем Купим Я Куплю Тебя Одну Свечку А Еще Я Продам Тебе Меч Бесполезный Еще Я Продам Тебе Еду Пожалуй Да Я Уже Слишком Крут Для Такой Для Такой Фигни Дешевой О Не Зеленый Оказывается Никогда Никогда Бо Не Подумал Какие Маленькие Негодники Два Продадим Че Ты Раскачался Ну Разумеется Ватан МК Разумеется А как же Без Этого Я Понимаешь Такие игры Я По-другому Играть Мне Не Комфортно И отчасти Поэтому Я их Не люблю Потому что Я сам В них Просто Не Умею Правильно Играть Сволочь Убежал В зал Пошел Он Блин Свечка Закончилась Сундук Сундук Главное 300 Роурни Скачаться До Фигня Мы Уже До Качались Черт 36 Экспы Ребята Я Вашей Яме Навеки Блин Тут Фармить Еще Быстрее Его Уже 12 Уровень Осталось Всего 20 Уровень И Поднять Ладно Еще Один Раз Вдем Последний И В Эту Яму Будем В Каждую Яму Заходить Там Не Дают Айтемов Поэтому Там Фармить Не Всегда Эффективно Потому Что Ты Не Получаешь Никаких Ни Еды Там Ничего Такого Ты Не Получаешь What Game Is Zombie Hunter Он Э С Так Сюда Затяните Нет В каждой Яме Тут Бонусные Враги Враги Которые Щедро Делятся С тобой Экспой Так Я бы Тебе Советовал Быстро Добегать До Конца Ура Чтобы А Блин Логичный Ты прав Ты прав Кстати Ты прав Здравый Совет О Здесь Такой Пакет Я возьму Ребята Ключ Пропал Поэтому Ям Бесполезно Пока Его Не Выбишь В смысле Бесполезно Так Используем Что Нибудь Ключ Подает Полностью Рандомно Молодец Рауль Я Вижу Потрясающе Магическая Палка Магические Уроды Еще Раз Посмотрим 8 ХП Вроде Большие А Такие Лохи Сдохните Прочь С моего Пути Нееет Так Опа А Нет Мне уж показалось Что Здесь стена На которой Запрыгнуть Нельзя Я Играл В эту Фигню Очень Нудно Будет Не знаю Мне пока Интересно Однообразник Конечно Но Нормально Так Посох Нам не Нужен Морожене Нам не Нужно Это Нам тоже Не нужно Все Вот Компактный Компактный Инвентарь Ух ты Появился Враг Который Не умирает С одного Удара Невероятно Привет Серегас Тысячу лет Не видел тебя По крайней мере В чате Пишущим В чате Свечку Мы нашли И ключ Как раз Прям перед дверью Ну потрясно же Просто трясусь И потрясаюсь Видишь как мягенько А ты говоришь Рандом Рандом Вот Аккуратно К двери подошел И вот тебе сразу Ключ Нет Качаться не пойдем Посмотрим Это рили весь босс А почему такой же босс Налево опять пойдем Подвал Второй Этаж Коридор Беспорядка Да почему босс такой же был Я думал другой будет Сейчас внезапно кирпич затащит игру А нет Я попробую Я попробую Правда я не знаю Наверное это долго будет По времени По времени Мне скорее всего не получится Да По времени не получится Скорее всего Ах да Надо проверить магазин Шесть свечек Не Четыре вида босса А почему два раза подряд Один и тот же упадал тогда Да скольки ты можешь стримить Недолго Сюда тварь О Прыгнул за экран Это не то место Где я ожидал увидеть магазин Да ладно У тебя ничего нового нет Вали Че ты за Я просто прыгаю за экран И тут магазин Блин Какое-то странное расположение магазина Опасные типы пошли Блин Так их не заметишь Кстати Неудобное место Для них выбрали Но я их все равно убил Просто потому что я могу На паузу На паузу Ладно окей Я бы все равно не доиграл до конца Наткнись Наткнись Короче Все понятно Спасибо вам большое Суть понял Завтра надеюсь Пройдем достаточно быстро За пару часов Ну максимум часа 3 Так что Спокуха Спасибо Ладно спасибо Что смотрели Надеюсь было интересно Весело Сегодня выдался денек И электричество Сегодня вырубалось В следствии чего Появится не только Запись стрима На котором вырубается свет Но еще и маленький огрызок На котором я стрим заканчиваю Потому что я не умею Склеивать два видео в одно И заливать его на ютуб Для меня это невозможная задача Я не лха Или не любой другой человек Который это Уделает легко Так что Соррен Ну ладно Увидимся завтра Всем еще раз спасибо Вы молодцы Я молодец Все мы молодцы Продолжение следует...